Перед нами сейчас такой классический шпиц. Его всегда коротко стригут, он не подвержен лапеции. Такая достаточно пустая шерсть, которая мнется, не держит форму. Запрос от владельца был покороче подстричь, чтобы собака стала оформлена и держала форму. Видно классические засаденные ушки и такая достаточно пустая, но при этом не сухая шерсть. Мы сейчас ее начнем мыть системой Грумгалакси и посмотрим, какой же эффект нам удастся достичь. И сейчас первая задача это промочить шерсть всю до кожи. Если шерсть очень плотная, объемная, то лучше всего шерсть промочить в ванне. Сейчас мы вам покажем, как это можно сделать. Это самый быстрый способ наверняка убедиться в том, что мы промочили шерсть на сто процентов. Набираем в ванночку воды, погружаем собачку, закрываем ушной проход пальцем и промачиваем шерсть на голове. Сейчас мы уверены, что собака у нас промочена на сто процентов. Сейчас мы будем наносить на нашего шпица супер очищающий шампунь Грумгалакси Ван, разведенный 1 к 30. А на ушки мы с вами нанесем концентрат. Он очень мягко очищает до скрипа, не высушивает шерсть, позволяет продезинфицировать ее. Имеется антисептик в составе и при этом имеются полиненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают защитный барьер кожи и ухаживают за ней. Разводится он 1 к 30. То есть на 600 миллилитров мы делаем полное нажатие помпы. Обратите внимание, вот эта емкость, она объемом полтора литра. То есть нам, по сути, нужно чуть меньше половины воды, чтобы соблюсти правильную концентрацию. Далее берем губку, взбиваем, перемешиваем шампунь, взбиваем такую активную пену и наносим на нашу собаку. Этот шампунь очень мягкий, он не пересушивает ни кожу, ни шерсть, так как основной компонент этого шампуня это моющее вещество на основе кокосового масла. Поэтому этим суперчищающим шампунем можно мыть собаку даже ежедневно. Также антибактериальный компонент, он борется с размножением вторичной инфекции, которая профилактирует ее и нейтрализует запахи, которые вызывают вторичные инфекции кожи, грибки, бактерии, которые находятся у нас на животном. И немножко концентрата нанесем на ушки. За ушами очень такой сальный секрет. Из ушной раковины это ушная сера, поэтому ее лучше всегда промывать концентратом, чтобы наверняка, чтобы у нас уши были свежие, хорошо промытые и там не было сосулек. Также рекомендуется прочесать эту зону расческой, чтобы внутри сосулей тоже попал шампунь. А если шампунь попал в глаза, ничего страшного, просто промойте обильно водой и все. Шампуни, они предназначены для животных, они получили сертификаты, не вызывают раздражение, когда попадают на слизистых, не вызывают никаких ожогов роговицы. То есть это исключено, потому что это гуманная косметика для собак, которая прошла сертификацию. После нанесения шампуня желательно его выдержать в течение пяти минут, промассировать кожу, чтобы доставить шампунь до кожи собаки, чтобы он успел сработать, чтобы полиненасыщенные жирные кислоты сработали на коже, чтобы антибактериальные компоненты смогли оказать свое действие. Смываем всегда сверху и в момент смывания мы с вами будем проверять насколько хорошо сработал шампунь. А проверять мы это будем с помощью своих рук на скрип в разных местах. Нам важно не залить прямой струей ухо, потому что особенно когда это холодное время года, собака может простыть и у нее там останется вода. Поэтому зажимаем ушной проход пальцем, и хорошо промываем область вокруг ушей. Это будет абсолютно безопасно. Когда мы промыли шерсть, мы должны проверить, скрипит ли она у нас. Если шерсть скрипит, то значит мы ее промыли хорошо. Это звук чистоты. И также проверяем шерсть на скрип за ушами. Все, шерсть скрипит, можем приступать к второму этапу. Эту собаку мы помоем шампунью для объема. И еще этот шампунь, он является увлажняющим шампунем, который поддерживает также будет защитный барьер кожи. Второй этап. Шампунь для объема называется в системе грунт-галакси Волюме. Разводим также шампунь 1 к 30 и наносим активную пену уже на собаку. Шампунь очень густой, но при этом он очень хорошо размешивается с помощью губки в воде. И дальше мылим собаку и будем выдерживать его также 5 минут, для того, чтобы он наполнил волос, увлажнил шерсть, чтобы она у нас стала шерсть пружинистая, нам было удобно стричь, чтобы шерсть не заминалась и собака долго держала форму стрижки. При этом все это используя для здоровья собаки, так как здесь есть очень важные питательные вещества, аргинин, полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, которые позволяют поддерживать защитный барьер кожи, чтобы ваша собака долго была здоровая, не чесалась и при этом с эффектом объема и упругости шерсти. Очень важно хорошо на сто процентов промыть шампунь после второго этапа, потому что в тех местах, в которых вы не промойте шампунь, могут начать образовываться колтуны, поэтому проверяйте себя, лучше на несколько раз сильнее собаку промыть. Если собака объемная, то также ее выполоскать в тазу, чтобы быть уверенной на сто процентов, что во всех труднодоступных местах вы шампунь смыли. Значит, шерсть после увлажняющего шампуня не должна скрипеть. Вот даже сейчас на ощупь я чувствую, какая она стала увлажненная, наполненная, такая прям практически как будто после кондиционера. И это хорошо, это нормально, это значит, что действительно увлажняющий шампунь для объема сработал. Сейчас переходим к третьему этапу мытья, это кондиционирование. Кондиционер необходим для того, чтобы закрепить действие шампуня, при этом придать такой искристый блеск шерсти, дополнительно увлажнить ее. В кондиционере содержится сквалан, специально необходимый для питания и увлажнения шерсти, при этом он не утяжеляет шерсть и даст нам такую рассыпчатость, поддержание объема нашего шпица. Значит, мы используем кондиционер силк, третий этап, будем его разводить 1 к 50, то есть на 1 литр, на емкость в 1 литр нам необходимо полное нажатие помпы. Очень важно наносить кондиционер до кожи, потому что он работает не только на шерсти, но и на коже нашего питомца, поэтому есть два способа нанесения. Первый способ это нанесение с помощью пулюлизатора, особенно когда это крупная собака, это очень экономичный способ. Второй способ это нанося кондиционер на кожу с помощью леечки, любого другого дозатора. Выдерживаем кондиционер 2-5 минут на собаке, после этого приступаем уже к смыванию. Не горячей водой, так как в кондиционере содержатся белки, протеины, пшеницы и при горячей воде, они могут свернуться и функция кондиционера может измениться. Небольшое количество кондиционера мы оставим на шерсти, он не даст жирности, можно этого абсолютно не бояться. Будем укутывать собаку в теплое полотенце, чтобы лишняя влага впиталась и осталась в полотенце перед началом сушки. На самом деле, чем дольше собака сидит в полотенце, тем быстрее у вас будет проходить сушка. Перед началом сушки не должна течь вода с собаки, потому что если вы поставили и начали сушить совсем мокрую собаку, с которой прям вот берешь и отжимается вода, то вы просушите очень долго и при этом вы будете пересушивать ей кожу, шерсть, сами замучаетесь. Поэтому уделите время, чтобы хорошо, хорошо ее протереть, пропитать полотенцем. Мы сейчас приступаем к четвертому этапу груминга, это к сушке. Сушить мы будем с помощью гребня, нам потребуется уходерка с мягким кортом и финишный спрей для укладки, спрей-антистатик с легкой фиксацией. Мы наносим его сперва на руки и распределяем по шерсти. Вот мы видим какой получился у нас шпиц после мытья. У нас хорошо приподнялась вся шерсть и на самом деле достаточно ее оказалось. Сейчас она не заминается, она посмотрите встает обратно, она держит хорошо форму. Это шерсть и очень удобно будет собаку стричь с такой подготовкой. Ушки у нас хорошо промылись, здесь у нас нет никаких сосулей. Шерсть вся равномерно хорошо промыта, это видно и очень приятная на ощупь. То есть она увлажненная, она шелковистая. Думаю, что ее хозяйка будет получать удовольствие от прикосновения, от поглаживания. Ну и очень приятно пахнет. Ну вот, такая красота у нас сегодня получилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok